В своем классе, действительно, армейской самозарядной винтовки на те годы ничего лучше не было. Ну, собственно, было их и не так много таких самозарядок в мире. СВТ у нас, ее предшественница АВС, автоматическая винтовка Симонова, в Америке винтовка Гаранда М1 и в Германии две винтовки Вальтера 1941-1943 годов. Они конструктивно были, конечно, хуже, чем СВТ. Это было довольно солидное оружие под полноценный Мосинский патрон. Ее можно было перезаряжать как сменой магазина, емкость магазина, 10 патронов, так и как винтовку Мосина при из тех же самых винтовочных обоймах. Две обоймы на магазин. Большая часть боекомплекта переносилась в обоймах, тоже при боекомплекте 120 патронов, было три магазина. Остальное все в обоймах. Вот, оружие газоотводного типа, вот газоотводное устройство. Похоже, очень похоже было впоследствии применено на винтовке Драгунова и карабине СКС. Газовый регулятор на пять позиций. Он регулировал количество пороховых газов, которые подаются на поршень. То есть, грубо говоря, это вентиль с различными отверстиями. Мы ставим, можем отверстие поменьше, побольше. Если мы воюем много, сильно винтовка загрязнилась, и чистить нам некогда, надо воевать. Мы ставим больше отверстия, больше пороховых газов, дает более сильный импульс автоматики. Она преодолеет любое загрязнение. Вышли из боя, почистили винтовку, ну, соответственно, убавили. Предохранитель тоже по тем временам стандартной конструкции блокирует спусковой крючок. Причем здесь вариант, у меня в руках вариант автоматический, АВТ, может при необходимости стрелять очередями. Отличие состоит в том, что вот здесь переводчик-предохранитель может перекидываться в обе стороны, а у самостандартной самозарядки СВТ он перекидывался только вот влево. И не было вот этого косого среза. То есть сейчас у нас стандартная стрельба одиночными выстрелами. Если я перебрасываю переводчик на себя, крючок уходит чуть дальше, и за счет этого обеспечивается непрерывная стрельба, то есть очередь. Это выпускались такие винтовки, начиная с 1942 года, как замена пулеметом. Немножко не хватало ручных пулеметов, и вот РЗА с пулеметами делали вот эти автоматические винтовки АВТ-40, они еще назывались. Но по опыту своего, с работой с охолощенным вариантом, стрелять очередью она может, но плохо и недолго. Все-таки изначально винтовка не рассчитывалась на такой режим огня, и, в общем-то, довольно тяжко она себя чувствует. Но, опять же, несмотря на это, как самозарядка, повторюсь, это было действительно в своем классе действительно лучшее оружие. Иностранные аналоги были, в общем-то, хуже. Штык на нее предусмотрен, клинкового типа, уже полноценный нормальный штык-нож. Как вот был в те годы, допустим, в немецкой армии. Обычно такой клинок, стандартное крепление на направляющую и на кольцо на стволе. Прицел тоже стандартный, секторный, жадуирован до 1500 метров. В принципе, по тем временам вполне достаточно. Снайперские варианты комплектовались оптическим прицелом по У-3,5 крата, в которой ставилась вот такая вилка в заднюю часть ствольной коробки. И на изогнутом кронштейне крепилась, собственно...